Здравия, дорогие друзья, с вами Коседа Яван, продолжаем играть на сервис Матра Антона номер 3, и как я и обещал, сегодня мы купим все тачки из обновления 1.9. Посмотрим внутрянку, сколько они едут, какая стоимость и стоит ли их убрать вообще. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Это начало я записываю с рублевки. Поставьте лайк, если вы хотите что-то интересное замотить с рублевки, может мы запишем какой-то фильм, как записывали мажоповоз и также свадьбу в ушке. Если кто не смотрел, вот подсказка улетела, это офигенная, типа РП фильм вам-то, короче. Сегодня, как я говорил, уже купим тачки, так что вот сейчас будут следующие кадры с покупки, а это я просто забыл записать, так что вот. Так, пацаны, закупка автомобилей, опа, покупаем, 880 тысяч, выходим, спауним, чё, какой у нас номер, мра, такое, ладно, продолжаем дальше. Так, пацаны, покупаем пола, 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 150 тысяч, новый, покупаем, я надеюсь мне хотя бы на одну тачку выпадет номер нормальный. Так, где нас тут гуля, 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 покупаем, всё, покупаем, а чё, обновление 1.9. Так, и суперб, а, кстати, ланцер, как говорили, убрали, суперб, 2300, пиздец. Тоже покупаем, оптимизацию, врубили оптимизацию, папа, ку-ку, привет, чё хочешь мне чё-то подарить? Я не против, конечно. Кстати, видео по гонкам попал, плюс, попал, ты, 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 ты и сейчас попал. Короче, смотрим, чё мне выпало. Альфа Ромео Гулья, номер, МОК 789196, суперб, ТСА993, говно, Марк Поло, Марк Поло, чё я сказал? Марк Поло, Марк Поло, итальянский, купица-путешественная, представившая историю своего путешествия по Азии и знаменитой книге «Разнообразие мира». Учился 15 сентября 1254 года, умер в 1324 году. Тентанк с 076-22. Короче, говно мне выпало, потратил кучу денег, но поехали дальше. Пацаны, заходим, покупаем последние две восьмерочки. А, не покупаем, покупаем одну восьмерочку, потому что я умер. 240 тысяч, и давай 4-2 заберу, продам ланцер, там всё продаёт. Я надеюсь, они тупо сделают, что я купил всё с салона. Не, Павел, ты красавчик, потому что я из будущего, я знаю, что ты их перепродал дороже. Приснилось. Хэ-сэн. Да? Блин, ну говно, пацаны. Так хотел нормальный номер, и ничего не выпало. Где мой чер... А, вот черон. Ну, в принципе... Нет, только не это. Хе-хе, бай. Так, пацаны, это завершение данного ролика. Всё, что я купил на давлении 1.9, восьмое место, седьмое. Пацаны, это вообще хорошо занимали. Но это не всё, конечно. У меня 13 миллионов, вы видите. Я ещё, конечно, хотел купить Ешку в десятую, но это уже не интересно, потому что на этих тачках уже все катались, уже видосы у меня были. Они будут, конечно, ещё. Но всем интересно, новые тачки, которые добавили. Конечно, добавили ещё Вольву, ФАшку, такая драга, дрифтовая, как они пишут. Также добавили Астон Мартин, я бы тоже хотел купить, но он стоит 22 миллиона. У меня денег таких нет. Это был маленький намёк, если его подарить, то я не против. Ты чё, охуё, блядь? И давайте пройдёмся по маленькому, что я купил всё-таки. Отдал за... Давайте войдём с восьмёрки. 240 тысяч. Короткокрылые. Сейчас в ней ничего не увидите. Восьмёрке можно сделать тренажку. Если честно, я уже видел этот тюнинг. Это просто божественный тюнинг. Жмите на кнопку подписаться, который красный внизу. Мы обозр... Сделаем обзор на весь тюнинг всех этих тачек. Новых, старых. Каждый день видосы. Ещё раз напоминаю. 2108. 240 тысяч. 180 километров в час. Садимся, давайте посмотрим, что по салону. Так, заведём. Это тоже звук слышали? Какой-то он слишком жигочный. А, нет, у меня показалось. Короче, салон как бы обычная восьмёрочка. Откроем капот, багажник. Шестнарь. Ничего себе. Неплохо. Давайте я даже здесь сниму. Шестнарь восьмёрочка. Это прям... Разрабы постарались. Это так же, пацаны, если вы не знали, если в кабан поставить какой-то... Я не помню, какой бампер. То у него ставится GZ. Вот так. Короче, в принципе, нам с салона ничего не выпало. Так, паркуемся. Можно закрыть, да? Закрыть капот. По анимации мы ничего не добавили. Ничего не добавили. Так, зайдём в поло теперь. На поло я, конечно, уже катался. Сколько он стоит? Поло стоит у нас 950 тысяч. Салон, с автосалона, или 270 километров в час. Смотрим салон. Салон, в принципе, проработан неплохо. Всякие подсветочки тоже работают. В принципе, топчик. Давайте посмотрим подкапотку и багажника. Здесь, что у него такое стоит? Чё это такое? Двигатель какой-то странный. Не знаю. Уши старик это выглядит даже поновее, а он мозги строчат. Мне кажется, подкапотка очень плохая. Там какой-то щит, какой-то. Не-не. А багажник почему-то в новых тачках всех багажник не открывается. Кстати, мы проверим. Он двухместный или четырехместный? Четырехместный. За это разработчикам респект. Так, следующий у нас идёт Шкода Саперп. Хотя все думали, что это Шкода А7. Включаем фары. Смотрим, как они загоряются. В принципе, такое выворот. Прикольно смотрится. Большая. В принципе, против пола. Она прям ощущается, как она большая. Смотрим салон. В принципе, салон новенький. Там даже, посмотрите на экране, подсветочка загорается. Там всякая фигня. ДСГ. Короче, это обычный Пассат Б8. Передел. У меня Б8, Б9. А, Дней Б8. Потому что, по счету, еще нет, наверное. Капот. Переднеприводная Шкода Октавина. В принципе, все как всегда. ТСА-3993. В принципе, ничего. 320 он едет, я не сказал. И 2 350 стоит салона. Дальше у нас идет этот Skyline 2000GT. Это самый первый Skyline. Вот. Салон. Ну, что хотел. Обычный Skyline. Но его будете использовать 100% для дрифта. В принципе, он плохо сделан. Но моделька мне очень напоминает из таких серверов, как Дрифт Парадайз и остальных серверов. Стоит этот салон 880 тысяч и едет 275 километров в час. Откроем подкапотку. Неплохо. Рядная шестерка стоит нормально. В дросселях. В принципе, прикольно. Так что, не знаю, кому понравится. Я бы ее, честно, если бы я не делал обзор, я бы ее даже не купил. И Skoda. Ой, что ли, Skoda. Alfa Romeo. Angulia, Giulia, Giulia, как мы называем. Вот. Открываем капот. А что тут здесь звездное небо под капотом? Можно? Вопрос. Так. И либо от этих створки V6 какие-то прям не очень. Но она прям... О, багажник открывается. Он такой коричневый шоль. Ну, такой я, пацаны. Так, по тюнингу, в принципе, прикольная. Так, смотрим салон. Но чисто для Alfa Romeo-шный салон, обычный. Ничего стоково не вижу. Но, в принципе, она прикольная. Она стоит с автосалона... Где-то Alfa Romeo искала. А вот. С фотосалона стоит 3,5 миллиона, как стоит E60 и E345. Хуже нее. Но, в принципе, выглядит она ничего. Можно и покататься. Кстати, у всех автомобилей мне что-то вообще запал пола прям. Но, как говорится, пацаны, кто любит пиво и свободу, выбирает марку Шкода. Пола лучше по модельке. Но Шкода мне тоже понравилась. Надеюсь, на нее есть тюнинг. Ну, а с вами был Эван, пацаны. Ставьте лайкосе, если вам понравился данный видос. Я надеюсь, вам понравился. Так вот, а что она так боком идет? Никто не скажет. На боком пипец как идет. Ставьте лайкосе, если вам понравился данный видос. С вами был, как всегда, я, Эван. Она боком идет, что? Вот я вам говорю, я жму газ, она идет боком на переднем приводе. Пацаны, мне кажется, сейчас теперь надо снимать арабский дрифт. Потому что она, капец, как идет на переднем приводе бок. Ладно, подписывайтесь на канал, к серии каждый день. С вами был Эван. Всем удачи, всем пока! Да.